Hey guys, я Настя, вы смотрите Puzzle News, дайджест лучших материалов об английском. Каждую неделю я собираю в этом видео и в блоге по ссылке ниже самые интересные упражнения из каждого раздела на Puzzle English, чтобы из всего многообразия вы выбрали то, что по душе именно вам, и учили английский с удовольствием. А еще больше удовольствия вы получите, когда посмотрите вместе со мной самые обсуждаемые на западе мемы, и, может быть, запомните пару-тройку полезных английских выражений оттуда. Так, и пошла заставочка. В Вашингтоне во время обсуждения закона о перерывах для работников медицинских учреждений сенатор Марин Уолш заявила, что медсестры и так большую часть своего времени тратят на игры в карты. Разумеется, такое заявление за дело медсестер, они отложили карты в сторону и открыли фотошопы. Что люди думают мы делаем, что мы делаем на самом деле. Когда проиграл свою форму в карты на раздевание, но должен сообщить о состоянии пациента и его семье. Scrubs – это медицинская форма. Strip poker – игра в покер на раздевание. Ну и update в данном случае, конечно, не значит обновить семью пациента, это значит дать им новую информацию о состоянии их больного родственника. Когда играешь в карты, а пациенту хватило наглости заполучить сердечный приступ. У нас сердечный приступ случается, а в английском к нему как бы приходят. To go into cardiac arrest. И запоминаем отличное выражение have the nerve – иметь наглость. Ах, да, и stairs motherfuckily – непереводимое выражение, которое, однако, отлично передает взгляд Уинфилда. Это вроде как нагло уставится. Вот что получает каждая медсестра после окончания медшколы. Любезно представлена сенатором Марин Уолш. Карен, у тебя есть двойки? Ха, тяни карту, Дэйв. Go fish – значит тянуть карту из колоды в одноименной игре. Набор навыков медсестры. Кит обычно называют экипировку или набор каких-либо инструментов. И фото, созданное специально для Марин Уолш. А теперь давайте быстренько пробежимся по самым интересным материалам на пазл-энглиш. Учимся всегда говорить «да, но без yes» в видеокэт о семи способах согласиться по-английски. Ну ладно, давай. И говорить «нет, без no» тоже учимся, а то мало ли. В видео Настя о десяти способах отказаться по-английски. Это, конечно, прекрасно, но иногда очень полезно уметь говорить «нет». А Лана Дель Рей в лучшем видеопазле недели советует в любой непонятной ситуации get high by the beach. Даже самый неприятный человек в мире будет казаться душкой, если запомнит все способы звучать по-английски мягче и вежливее из урока Леры. Я надеялась, что есть возможность, что вы мне дадите повышение. Записываем. Натертые ноги, сгоревшие плечи и подозрительная боль в животе. Верные спутники дальних путешествий. Как рассказать о них иностранному фармацевту? Слушайте и запоминайте в нашем подкасте на эту тему. Долгожданная тема в наших диалогах. Интервью. Но не та, которая берут у звезд, а то, после которого принимают на работу. Тренируйтесь, учитесь, проходите интервью на английском и почувствуете себя звездой. Забыть забрать сдачу с покупки – это еще не проблема. Проблема – это забыть и сдачу, и покупку, как произошло с героем нашего транслейта. Читайте, переводите и не забывайте больше отдыхать. Если вы с нами давно, а английский на слух до сих пор не понимаете, то, во-первых, быть такого не может, а во-вторых, определите причину проблемы и пути ее решения в нашем блоге. Вот мылитесь вы мылом даф, используете дизодрант акс, пьете какао от настлей, даже не задумывайтесь, что все эти названия что-то дозначат в английском языке. Но мы заставим вас задуматься об этом в нашем новом тесте о названиях брендов. На сегодня это все. Было приятно провести с вами время. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите по всем ссылкам, учите английский с пазл-инглиш. Удачи вам по жизни! Бай-бай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!